Меня зовут Кузнецова Евгения, я студентка 4-го курса медицинского университета. И мы на кафедре психиатрии нашего университета занимаемся в кружке, в частности в отделении наркологии у Андрея Канифорича. И нашим основным предметом изучения является именно нехимические аддикции, я буду это слово использовать как аналог, синоним, слово «зависимость», научный синоним. И в частности мы исследовали компьютерную зависимость, интернет-зависимость и зависимость от соцсетей, так актуальную сейчас в наше время и среди представителей нашего возраста, именно студентов, подростков, именно вот ребят постарше, не совсем детей, тем не менее. То есть я для начала вкратце опишу, что такое нехимические аддикции. То есть это аддикции, при которых объектом зависимости является не психоактивное вещество, то есть не наркотик как таковой, каким его принято считать, а какой-либо объект или поведенческий паттерн. То есть зависимость от определенного типа поведения. То есть люди могут быть зависимы от разных форм поведения. То есть мы в повседневной жизни это все наблюдаем. Люди, которые увлечены чрезмерно спортивными тренировками, люди, которые зависимы от онлайн-игр, от просмотра ток-шоу, которые едят много, это тоже определенный поведенческий паттерн. То есть область достаточно обширная и увлекательная, так скажем, для нас, для нашего изучения. Существует множество теорий возникновения и развития аддиктивного поведения. То есть в принципе одинаковый, что с началом употребления наркотиков, что к пристрастию к определенному поведению. То есть хочется уйти от реальности. То есть, как Андрей Ханикевич сказал, открыть какое-то окно в себе в францевое состояние. То есть ввести себя в то состояние, в котором удобно, комфортно, адекватно себя человек ощущает. То есть физиологические механизмы, как таковые, играют значительную роль в генезе. Этих аддикций. Но, тем не менее, предосположенность должна быть. То есть это могут быть чаще всего дети с каким-либо отягощенным анализом по наследственности. Шизофреники, аутисты, вообще с какими-то психопатиями, родственники. В любом колене, в любой стороне. То есть аддикция создается как бы не психоактивным веществом или объектом, а тем, как человек к этому относится. То есть, иными словами, человек может себя по отношению к этому объекту вести здоровым образом или нездоровым. Причины аддикции, они не мистические, а являются частью жизненных обстоятельств. То есть это либо тяжелое отношение в семье, ну как типичный случай, либо тяжелое отношение с однопластниками. То есть, какая либо жизненная ситуация должна человек к этому предрасполагать. Так, в 1993 году врачом Брауном сформулировалась честь компонентов, универсальных для всех видов аддикции, в том числе и нехимических. То есть это особенность верхценности для человека. Модификация настроения, то есть без вне зависимого поведения, которое приводит к улучшению настроения человека подавно. Рост толерантности, то есть с каждым разом все нужно больше увеличивать дозу. Либо увеличивать, например, время, проведенное за компьютером, либо увеличивать дозу наркоманы, да, то есть механизм, да, один и тот же пора в сути. Симптомы отмены, то есть это когда мы прекращаем резко какой-либо привычный вид деятельности аддиктивной, то наступает тяжелое состояние потихологии. Конфликт с окружающими и собой, ну тут все понятно, и рецидивы. Для аддиктивного поведения характерен уход от реальности в виде своеобразного бедства. И область инфекции и нехимических аддикций я расскажу немножко. То есть это патологическое увеличение к азартным играм, которое называется гэмблинг. Эротические аддикции, которые включают в себя как любовные аддикции, так и сексуальные аддикции. То есть любовные аддикции, это, конечно, человеку требуется влюбляться, он вот привязан к своему объекту любви, да. Социально приемлемая аддикция, это роботоголизм, спортивная аддикция, аддикция отношений, аддикция трапи денег, шопоголизм и религиозная аддикция. К сожалению, такое тоже встречается, я не хочу никого обидеть, вот. Но, к сожалению, среди любых религий, сект, есть фанатики, которые к этому должны быть расположены, конечно, быть наследствами. Чаще всего так бывает. Технологические аддикции, интернет-аддикции, аддикция мобильных телефонов и гаджет-аддикции, которые вот сейчас наиболее актуальны. И пищевые аддикции, то есть аддикция переедания и аддикция голодания. Анорексия, бурния. Выделение в отдельную группу технологических аддикций довольно спорно, по той причине, что как таковой компьютер или телефон, он не является объектом зависимости, а является объектом зависимости то, что с помощью него можно осуществить. То есть это либо общение, либо шоп-магазин тот же самый, либо сексуальная деятельность, можно с помощью него осуществлять. То есть это любые виды секса по интернету, это все достаточно распространено. То есть любой вид, в принципе, нехимической деятельности и аддиктивного поведения можно осуществить в наше время с помощью интернета. Да? Так, и вот я хотела немножко обозначить о симптоматике этих аддикций. Так, сейчас, секундочку. Ну, то есть это психологические симптомы, это хорошее самочувствие и эйфория за компьютером, невозможность остановиться, увеличение количества времени, проводимого за компьютером, пренебрежение семьей и друзьями, ощущение пустоты, раздражение, возникающее во время любой деятельности, не связанной с компьютером. Ну, а физические симптомы, это уже на запущенных стадиях, они приводят к различным состояниям, начиная от искривления самки, от постоянного сидения с компьютером, заканчивая нарушениями зрения, нарушениями режима сна и отдыха, отказом от еды, нарушениями пищевого поведения и другими. Также у геймеров таких, у меня просто вот в презентации как раз были фотографии, есть один социальный комплект, который фотографирует молодых людей с артритом геймерским. То есть и с ингромом карпального канала, это когда у молодых совсем ребят, моего возраста, то есть 20-летних, у них все руки в артритных узелках, потому что они постоянно играют. Вот, это старческое заболевание глубокой старости, которое ребята получают в нашем очень молодом возрасте, от него, к сожалению, не избавиться. Статистика интернет-зависимости. То есть как показывают данные мониторинга, в России с 92-го по 2004-й год количество подростков среди интернет-пользователей выросло до 25%, на данный момент эта цифра составляет около 50% времена подростков. То есть это до 18-ти, с 15-ти, до 18-ти лет, даже с 12-ти, я бы сказала, сейчас у нас рано уже, мы формируемся. Значит, по данным социологического исследования 2013-го года, было выявлено, что 22% признали, что проводят в интернете слишком много времени, 16% указали, что не могут обходиться без виртуального общения, 11% людей теряют массу времени, постоянно проверяя почту в соцсетях, 48% подтвердили, что в интернете в основном занимаются бессмысленным блужданием по различным ресурсам, и 34% пользователей в основном проводят время в социальных сетях. Ну и также хотелось бы, относя эту проблему к актуальным проблемам, доказать это одним из таких шокирующих и тяжелых случаев, когда произошедших 4 октября 2015-го года в поселке Тургаяк, я думаю, все наслышаны, когда сын убил своих родителей из-за того, что ему запретили играть за компьютером. Ну то есть, насчет актуальности, я думаю, всем понятно, что интернет сейчас является неотъемлемой частью нашей жизни, в любой сфере мы ее все равно будем использовать, в какой бы... Мне кажется, вот я уже в своей жизни не представляю без интернета, я не знаю, как будет. Вот, то есть, и интернет, и гаджеты являются нашими постоянными помощниками, да, то, будь то шопинг, планирование путешествий, общение, поиск информации и любая другое без деятельности. Значит, мы провели исследование, которое охватывало людей в возрасте от 15 до 49 лет. Мы предложили 220 пользователям соцсетей пройти небольшой тест, в котором были вопросы, касающиеся и психических симптомов интернет-зависимости, и физиологических. На наши просьбы открыли только 161 человек, то есть мы можем связать это, ну, либо с наплевательским отношением, либо с... ну, скажем, что... да ладно. Либо с желанием скрыть свою формирующуюся зависимость. Так, ну и результаты нашего исследования. У нас в исследовании участвовало 120 женщин и 41 мужчина. Число людей с формирующимся синдромом интернет-зависимости, по данным нашего исследования, получилось 67%. Из них 42% это женщины. А, нет, 67 человек, 45% из-за брошенных, получается, с формирующимся синдромом интернет-зависимости, после типа логика. Женщин из этого числа 41, то есть это 61%, из зависимых мужчин 26. 39%. Возраст чаще всего людей с формирующимся синдромом интернет-зависимости от 15 до 33, но больше всего от 19 до 22. Вот это интервал. Замужем из них 14 человек, то есть это 21% из зависимых. Играет в онлайн-игры 20 человек, ой, 25 человек. Мужчин из них 20, женщин 5. Так, и по использованию социальных сетей, ну, то есть как в нашей стране, это логично, это ВКонтакте и Инстаграм, самое большее количество человек, это 98%, и Фейсбук 15%. То есть и вопреки всеобщей сложившемуся мнению, по результатам нашего исследования выявлено, что именно женщины, девушки молодые сейчас, больше подвержены интернет-аддикции, то есть это выкладывание себя в соцсетях. То есть с этим есть связанные определенные, мне кажется, психологические вопросы, именно, даже можно их проследить в эволюционном плане, как они потом вот сейчас вырастают в то, что мы выкладываем себя во всех позах, какая я красивая, какая я хорошая, привлекись ко мне кто-нибудь и так далее. То есть у нас именно девушки, больше половины, 61%, получились с формирующимся синдромом зависимости. То есть это и зависимость от общения, в основном, и от выкладывания своей жизни в социальные сети, хвастовство, так называемое. Так. Ну и, конечно, у нас нашлись люди, у которых мы выявили именно уже физиологические симптомы, то есть и эволизацию от проведения времени в интернете, и нарушение сна, и вранье. То есть люди подтвердили, что они иногда врут своим родителям, знакомым о том, что сколько они проводят времени в интернете, чем они были заняты и так далее.